Девушки отдыхают Вот и она Господин Верещагин, господин Ильин Старший следователь прокуратуры Соловьёва Ника Владимировна Господин Верещагин, господин Верещагин, господин Вер upgrades Субтитры создавал DimaTorzok У нас есть все договоры, у нас акты есть о приеме на комиссию выставленных предметов. Это нужно в интересах следствия. То есть? Будьте любезны, подпишите, пожалуйста, бумаги о неразглашении тайн хода следствия. Спасибо. Иногда владельцы ценностей сознательно завышают или занижают их стоимость. Надеюсь, вы понимаете, о чем я? Нет, не совсем. А вы, Максим Александрович? Нет, не понимаю. А вот некоторые ваши клиенты, я говорю о них, приобретали у вас картины и предметы старины. Будьте любезны, принесите, пожалуйста, документы о продажах за последний год. Сейчас принесу. Николаевна, а зачем же нужны были такие трансформации-то, а? В каждой профессии есть свои маленькие хитрости. И в вашей тоже, Максим Александрович. Никогда не лукавил. У нас будет возможность это проверить. Вот. Вот, пожалуйста. Очень приятно, когда следствие ведет такая образованная, интеллигентная женщина. Почему здесь нет ни одного договора о продаже полотен художника Йенсена? А мы никогда не занимались продажей этого, мягко говоря, художника. Не наш уровень, Николай Владимировна. Разве? А ваши клиенты утверждают обратное. Подпишите, пожалуйста, протокол об изъятии документов, Василий Васильевич. Пожалуйста. Салон мы опечатываем и жду вас в понедельник в прокуратуре для выяснения дальнейших обстоятельств дела. Прошу. Ну и чего будем делать? Это она. Кто она? Художница, Вася, художница. Та, которую Балакирев к себе в гости привел, а потом ко мне. Ой, как мы лопаем. Это следовательница? Гороче говоря, если до понедельника мы с тобой не выкрутимся, берем с собой билет на самолет и улетаем. А это все? А еще не понедельник. А ты куда? А ты куда? А ты куда? А ты куда? Субтитры делал DimaTorzok Подойдем Жена ничего не знает Что не знает? Что обокрали? Да, она не знает, что у меня есть запасной аэродром Понимаешь, Макс, я даже в милицию не могу заявить, потому что все сразу всплывет А у меня семья, а для меня семья это ты Понимаешь, а квартира так для души Макс, ты подожди, эту стерву я найду Простой здесь И картины свои верну Скажи, а Айвазовский там был? Макс, там столько всего было, там столько денег Но для меня деньги, это, это не важно Если бы она сказала, я дорого стою Я бы заплатил, а она спектакль устроила И развела меня как лоха, понимаешь? Я ей передам, при встрече Что ты поклонник ее таланта Не понял Ты знаешь, кого хотел в постель затащить? Кого? Следователя прокуратуры Да подожди, Макс, этого не может быть Она из милиции, что ли? Соловьева, Ника Владимировна, садись Ну так вот, сегодня утром она приезжала к нам в салон Очень интересовалась искусством А потом салон опечатала Этого не может быть Готовь жену к неприятностям Макс, это какая-то фигня Ладно, я завтра позвоню своим ребятам Я все выясню Ребятам ты будешь звонить сегодня Время у нас с тобой до понедельника С понедельника мы должны узнать, сколько стоит Макс Наша с тобой спокойная жизнь Макс Возьми ключи от моей квартиры Перееждите там пока с Верещагиным От греха подальше А я все выясню и к вам приеду Понял? Падай Давай рассуждать логически Давай Следовательница и Бала Кирилла спрашивала про Йенсена И нас Я сейчас была... Ладно Слушай, а что это за таинственный Йенсен? Почему ты решил, что он будет стоить в 10 раз дороже, чем он стоит? Это он сейчас стоит дешево А через год он просто взлетит в цене, Вася Это я уже слышал Поподробнее Это тема моей диссертации И я об этом разговаривать не хочу Да что же это за загадочная диссертация такая, а? Говорить он не хочет А еще друг детства За одной партой сидели Втянул меня в это антикварное болото Я, между прочим Чтобы вот салон этот купить ради тебя Бизнес прибыльный продал какой-нибудь Надоел ты мне с этой темой, Вася Кстати, а если ты знал, что эта картина взлетит в цене Почему ты сам ее не купил? Или мне не предложил? Вася Я ученый-искусствовед Я поднимаю документы вековой давности Я прослеживаю взаимосвязь Я занимаюсь наукой Ты занимаешься бизнесом Ну? Тебе картины в салон принесли? Да Я выставил ее за хорошую цену? Да Я нашел покупателя Да Так что ты от меня хочешь? Я? Ты! Я стабильности хочу Тьфу Подожди, так я не понял А следовательница-то чего про Йенсена спрашивала? Макс, это какая-то фигня Это, между прочим, твоя фигня Я вот этим местом чувствовал, что это твоя фигня Теперь на русский перевези, пожалуйста Что? На русский? Сейчас я тебя переведу на русский Следовательница такой В прокуратуре нет Ни в районной, ни в московской, ни в генеральной И кто к вам сегодня приходил, я не знаю Никакие следственные работы по вашему салону не ведутся Так что, ребята, разбирайтесь сами И думайте, понятно? Подожди, подожди Может, твои ребята напутали чего? Макс, я со своим человеком говорил Понимаешь, со своим? Так они двери опечатали Да, так что, ребята, знаете что? Мне сейчас не до вас, без обид, хорошо? Понятно? А что ты злой-то такой? Что я злой? Что я злой от меня? Жена уходит, потому я злой Да ладно, женщинам всегда договориться можно Ну, в конце концов, подарок подарить Макс, я с ней договориться не буду После того, что она сделала А что она сделала? А ты посмотри А вот это вот все она сделала Понимаете, вот это вот все она сделала Макс, сначала она сделала вот это Видишь, вот эти вот ключи А потом, видишь, голые стены, да? Вот это вот все, все, все она сделала Унесла мои картины Так тебя не обокрали? Нет Тебя не обокрали? Нет Вот это все жена увезла? Так, так чего ж ты молчал-то? А я что, сдал, что ли? Она мне что, сказала, что ли? Мы завелись после того, когда ты уехал. Зачем? Зачем? А за тем, что она следила за мной. Понимаешь, следила. Ей там, Макс, понимаешь, ей там что-то померещилось. Она говорит, что я, Макс, живу двойной жизнью. Понимаешь, и теперь она подает на развод и делит мое имущество в свою пользу. Понимаешь, Макс, она дура-дура, но сообразила. Она проследила, она выследила, квартиру нашла. Потом она вот сделала вот это вот, забрала мои, мои картины и спрятала их. Макс, она еще мою постель забрала. Понимаешь, а я все в семью. Для меня же семья это святое. Вот я ей скажу, у меня там ты живешь и Величагин живет. А она, что она не поверит? Она не поверит. Я бы поверил. Да? Так что, ребята, уметайтесь отсюда, потому что у меня настроение плохое. Понятно? Хорошо. Пошли. Детская поликлиника, номер 31. Детская поликлиника, номер 31. Какие же мы с тобой идиоты, Вася. Знаешь, Макс, давай мы договоримся, чтобы я про художника Йенсена больше не слышал. Никогда. Ясно? Ясно. Все, это понедельник. Рабочий день начинается в 11 и заканчивается в 19.00. Хорошо. Для всех сотрудников. Поэтому прошу не опоздать. Вася, у нас папку со всеми документами украли. Подожди, я пытаюсь раскручивать эту цепочку, а ты мне мешаешь. Необходимо выяснить, что и за следовательницей, что и от нас надо. И надо. Не от нас, а от тебя. Субботу утром. У меня чуть инфаркта не было, когда они позвонили. Может, она тебе мстит? Да что, я ее два раза в жизни видел всего. Она тебя любила, а ты ее бросил. Цезарь, иди ко мне. Что, собака моя? Бросил ее. Зачем? Когда я ее бросил? В школе, в пятом классе. Цезарь, Цезарь, иди сюда. Женщины не коварные, да? Слушай, что от нее так рыбы воняет? Цезарь, Цезарь, что такое? Фу, фу, фу. Фу. Представляешь, что я там сейчас за камином дохлую рыбу лежит. Цезарь, Цезарь. Фу, фу. Макс, у меня белая горячка. Макс, ты это видишь? Макс, документы. Цезарь. Слушай, все договора целы. Ничего не украли, я не понимаю. Какое-то издевательство, а? Вася, Вася, посмотри, картины на месте. Что ты сказал? Я спросил, картины на месте? Да, на месте. Точно? Да, да, вот, 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 Рубель, вот, Шишкин, все на месте. Макс, а может быть, мы их спугнули, а? Или Цезарь спугнул, а, собачка? Зачем? Подожди. Что? 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 Что, Макс? Украина. Что? Диссертацию украина. Диссертацию? А, ну это ерунда. Макс, стоп, стоп, подожди. А на какую тему диссертацию? Янсен. Макс! Вот сразу этот Янсен. Что такое, Макс? О, Са. Что? Понял, сейчас. Макс, подожди, спокойно. Сразу? Сразу, надо сразу снять стресс, Макс. Чтобы на свежую голову. Макс, тихо, тихо, тихо. Все же, тихо, тихо, тихо. Чего? Ну что, рыбья морда? Продал за кусок форели. Что такое? Что такое, предатель? Установка сигнализации. Как договорились? Опоздали. Украли уже все. Мы же договаривались на сегодня установить сигнализацию. Все, уходите. Я говорю, опоздали. Все украли. Слушай, здорово. А камеры вчера работали с утра? Да они всегда работают. Понятно. А что случилось-то? Да более знакомый образ. Вильщагин, ты куда? В салон. Что-то мне неспокойно. Ты знаешь, мне что-то тоже. Знаешь, Макс, брось себе эту науку. Займись лучше делом. Да. Вот. Собаку дрешируй. Алло. Алло. Алло, Алло, Максим, это я. Почему у тебя такой голос? Ты заболел? Здрасте, териточка. Да нет, устал просто. Максим Шка, ты слышишь меня? Я тут подумала насчет коллекции. Насчет какой коллекции? Магей какой же еще? А что у тебя, другая есть? Да нет ее. Это шутка. Ну и чего вы подумали? Ну, хранить дома такую ценность, это постоянное напряжение. Да нет, что вы, у меня охраняемый двор, у меня сигнализация, у меня замки секретом еще поп ставил. Ну вот, видишь, ты живешь как на войне. Не стоят они того. Все эти ценности тлен. Слушай, давай дадим картины в музей, в Третьяковку или в русский. А? Ты знаешь, когда я уехала, я начала новую жизнь. И никогда не вернусь, и ни о чем не буду жалеть. Тетя Лидочка, а чего это вы сегодня со мной стали об этом говорить, а? Ну, Максим, да ты что с тобой? Я и раньше об этом думала, я даже свекусь и заветовалась. Она мне сказала нет никогда. И я так подумала, что ты как искусствовед меня поддержишь. Ну, она вас один раз отговорила, пускай еще раз отговорит. А я вчера ей звонила, телефон выключен. В театре в Лондоне, говорят, уехала. Это не дочь, а какой-то вробячий театр. Максим, слышишь меня? Алло. Тетя Лидочка, а почему в Лондоне? Вы же говорили, что она в Калифорнии официанткой работает. Да, Мах с тобой, Мах. Когда это было, она поехала покорять Голливуд. Училась в одной театральной школе, потом в другой. Это же не школа, это слежа. Кино у нее все равно не сложилось. Но она попалась на глаза какого-то театрального образуста. Он ее позвал сначала в Ботсон, а потом в Англию. А почему бы он мне раньше об этом не говорил? Ну, мне все равно казалось, что это не серьезно. Быть плохой актрисой, это просто стыдно. Мы ссорились, но, видимо, я ошибалась. Она играет главные роли в этом своем театре, а в прошлом году еще поздала спектакль сама. Я не видела, но Ботсону прочитала в интернете. В интернете? Да, набери просто. Вероника Гагарин. Двумя Н на конце. Так ей больше нравится. Появится ссылка. Я так делала, Лос-Анджи. А почему Вероника? Вы же всегда ее Викой называли. А я думал, что она Виктория у вас. Максим, если тебе интересно название ее можно замыть кастра, я сейчас помогу. Не клавицу! Не клавицу! Кап-кап! Вася, просыпайся. А я уже давно встал. Я вижу, ты не ложился. Точно. А ты-то спал? Нет. Ты знаешь, ты был прав. А я-то всегда прав. А в чем именно? Во всем виновата женщина. А, я же говорил, и что она от тебя хочет? А чего хотят все женщины? Чтобы на них обратили внимание. Ага, и ради этого она пролезла через камин. Наверное, она хотела тайком пробраться в твою спальню. Самое страшное, ей это удалось. Макс, ну согласись, это круто. Женщина так хотела в твою спальню, что разобрала стену. Это страсть, я завидую. Ей это удалось, ты говоришь? Кто-то такой выпотрошенный зашел. Да, вчера ночью меня выпотрошили основатель. Вася. Вася, где Янсон? Янсон? Какой Янсон? Ну, наш Янсон где? А, да, наш Янсон. Я убрал его от греха подальше. Предупреждать надо. Повесь обратно. Так, Макс, кто она? Не поверишь. Моя сводная сестра. Сестра? Ну, это громко сказано. А я и не знал про сестру. А вот теперь есть. Поздравляю. А что ж ты раньше не говорил? Когда мне было шесть лет, мой папа женился на Риточке. У нее уже была маленькая дочка, и чтобы не смущать отца заботами о ребенке, она ее отправила в Коломну к бабушке. Потом привезла ее к нам в Москву. Через два года они разошлись. Когда мы с тобой познакомились, они уже уехали. и теперь она вернулась, чтобы забрать твою диссертацию. Что-то ты темнишь, Макс. Все, я в академии. Здравствуйте. Вы снова к нам на экскурсию? Здравствуйте. Наш лучший экскурсовод вас ждет. Максимушка! Максим! Да, Петр Сергеевич. Посмотри, какой чудесный сюрприз. Узнаешь эту девочку? Не узнал бы, Петр Сергеевич, если бы девочкина мама мне вчера не позвонила. Рита звонила вчера? Да. Очень волновалась, как ее девочка. К телефону девочка не подходит. В театре никто ничего не знает. А девочка у нас здесь, на гастролях, а? На гастролях? Виктория, вы актриса. Еще какая, Петр Сергеевич, еще какая? Привезла сюда свой моноспектакль, да? Я уверен, что спектакль великолепный. Потрясающий, Петр Сергеевич, просто потрясающий. Ну, немного странный, понимаете? Один артист и один зритель. И зритель очень дорого платит. Я знала, что ты любишь театр. Я обожаю театр. Максимушка, скажи, значит, Риточка нашлась? Она не терялась. Как? Максимушка разыскивала ее в Германии, в Америке? Петр Сергеевич, вот ее телефон, если хотите, позвоните ей. Боже мой, наконец-то я услышу ее сладкое заправление. Да, это мамина диссертация. Потерялась или пропала из архива училища. А вы ее нашли? Представьте себе. Диссертация нашлась. Да, мама давным-давно хотела защитить диссертацию. Да, да, я что-то припоминаю. Передвижники и потомки слов. у вас зачет на втором курсе. Ну, да, конечно. Что вторая, конечно. Аллочка. Аллочка, Петр Сергеевич. Только не поделитесь. Не волнуйтесь, что мы поужинаем, упоминаем детство. Спасибо. Довольна? Да. Диссертация у меня, картины тоже. Ну что, это тебе твоя мама рассказала, да? Она ничего не знает. Да что ты! Да, именно моя мама догадалась, что Йенсен и Кислов один и тот же человек. И открытие принадлежит моей маме. И в конце концов существуют авторские права. А право распоряжаться Йенсеном, когда он станет Кисловым и будет стоить дешеные бабки. Ты оставила за собой, да? За собой и своей мамой. А то, что меня украла, Кислова, это тебя тоже не спущает? Ничего подобного, я просто пришла и забрала. Сестренка, я же их купил. Купил ты Йенсена. И за Йенсена я тебе деньги отдам. Я знаю, сколько он стоит на аукционе. А на Петра Кислова это право не распространяется. Хорошо. Скажи, а как же ты донесешь открытие своей мамы до научной мировой общественности, а? Издам книгу. Издашь книгу? Да. Ха-ха-ха. Молодец. Добрый путь, сестренка. Добрый путь. А что? Ничего. Скажи, а ты не думала, почему я до сих пор этого не сделала, а? Ну, наверное, хотел купить больше картин Йенсена. Ты знаешь, сколько Йенсена осталось в мире? Нет. Так вот, сестренка, как только ты опубликуешь книжку, у тебя появится столько подделок, что подлинники, десять подлинников, будут стоить дешевле, чем почтовые открытки. Почему? Потому что это особый мир, сестренка. Здесь свои законы. Сюда чужих не пускают. Сюда нельзя просто так войти по лестнице и закрыть дверь. Нельзя. Здесь каждый день надо приносить жертву этим богам, чтобы попытаться получить шанс протащить на этот Олимп что-то свое. Хорошо. Предлагаю сделку. Условия? Не знаю. А ты подумай. Ты знаешь, честно, честно, мне не очень нравится, что мы расстроимся врагами. Хотелось бы что-то другого. Папку или картины? Папку. Папку. Что это такое? Бремя страстей человеческих пьес, которые я собираюсь вставить. Все. Сдаюсь. Победила. Да ты давно сдался. Нет. Сдался. Я когда-то пришла к нам с Перещагиным салон, у тебя были такие глаза. Именно поэтому ты так был нежен со следователем? Нет, я просто потерял голову. От страха? От твоих глаз. Можно я тоже скажу тебе правду? Ну, скажи. Говори. Я очень хочу есть. Ну, так есть одно место. Столик у окна на двоих. Только учти диссертации картины в надежном месте. Хорошо, об этом поговорим после десерта. Двое. Ритуля. Сколько лет? Там же ночь. Там же ночь. Ты же сказал, что столик на двоих у окна. Да, у нас в гостиной, где мы с тобой ужинали, когда были детьми вместе с родителями. Ты ведь не была еще у себя дома после приятного? только как хозяйка, а не как непрошенная гость. Ну, что ж, ты нашел, как меня подловить. Я так счастлива вернуться сюда. Не жаль, ты все помнишь, ты же маленькая была совсем. Нет, я помню. Я помню эти два окна, я помню вот тот угол, в котором я стояла, и потом это мой единственный настоящий дом. Дальше начались одни переезды. Папа всегда скучал по ревчечке. С мамой жить невозможно, а без нее скучно. А знаешь, что еще я помню? Я помню, как ты запирал меня в шкафу, когда я тебе надоедала. Как же ты вопила, боже. Да, потому что я не люблю, когда ограничивают мою свободу. То есть ты не любишь замкнутого пространства? Это одно и то же. Да? Да. Скажи мне, а как же ты в камень-то пролезла? А там не замкнутое пространство. Покажешь? Показать? Нет, это мое ноу-хау. Ну ладно, тогда я попробую. А у тебя не получится? А почему это? Ну не получится. Почему это? Не получится. Спорим. На что? На поцелуй. Разбей. Ну что, попробуем? Давай. Даю. Не отвлекусь. Я себя переоценил. Не получается. А-а. Ты купил соседскую квартиру, наняла китайских акробатов, и они обобрали мою квартиру. Да я потратила все деньги, чтобы купить соседнюю квартиру. Еще немножко пришлось занять. Ладно. Китайский акробат стоит очень дешево. Я сама себе китайский акробат. Да что ты. Да? Ну давай. Ну вот, ты проиграл. Ну и как ты там? Отлично. Зажги свет. Сейчас включу. Макс, что-то перегорело. Ну ладно. Тогда поступим по-другому. На, держи. Красиво. Ты знаешь, о чем я подумал? Все мы одиночки. Мой отец, я. Да, наверное, мы с мамой тоже. Знаешь, никогда не допускал женщину за черту, за которой я сам. Где мои мысли, мои планы. Ты первая женщина, которая попала в центр очерченного круга. Пришла, все разворошила. Я в последнее время так часто разговариваю с тобой. О чем? Да. Объясняю тебе что-то, ругаюсь с тобой. Ладно. Об этом, я думаю, еще у нас будет время поговорить. Бекусь. Осядь так, чтобы я тебя видел, а? Зачем? Посмотрю я на тебя. Ну вот, Вика. Вот теперь я тебя отсюда не выпущу. То есть? Да очень просто. Сумка твоя у меня, мобильная у меня. В любой момент я эту стену замрую так, что ты оттуда не выйдешь. Ты этого не сделаешь. Сделаю, если мы не договоримся. Боже мой. Вот гад. Какая же я дура. Решил запереть меня, чтобы от меня избавиться. Какой же ты мерзкий. Как был мерзким, так и остался. Я ненавижу тебя. Викуся. Не кричи, не я первый начал. Ты первый. Предлагаю сделку. Я не согласна. Ну тогда сиди там. Да я лучше выброшусь в окно, чем что-нибудь отдам тебе. Понял. Ну сядь так, чтобы я тебя видел. Зачем это? Нравишься ты мне. Я польщина, какая честь. Вам с мамой нужны картины? Да. Забирай. Спасибо. А мне отдайте диссертацию. Там ссылки на ценнейшие документы. Вика. Я их уже не найду. Твоя мама откопала их давно. 20 лет тому назад. Я год готовил появление этой диссертации. Понимаешь? Год. Я действительно хочу, чтобы это стало научным открытием. Я хочу, чтобы появились статьи в научных журналах. То, что Йенсен и Кислов, один и Джорджи художник, знали только двое. Я и твоя мама. Но я знал, что она никогда не вернется. Но я не ожидал твоего появления на сцене военных действий. Давайте так. Вам с мамой нужны картины? Пожалуйста. Слава. Мне. Деньги. Вам. Да? Ты врешь. Я клянусь. Хорошо. Выпусти меня, я отдам тебе диссертацию. Не отвлекусь. Я тебе не верю. Ее здесь нет. Вик, у меня твоя сумочка, там ключи. Я могу и сам поискать. Как же я тебя ненавижу. Вик, возвращайся. Мы ведь на поцелуй поспорили. Мне в жизни за любую ерунду приходится платить. Тебе же дорогие вещи достаются даром. Хочешь славы, ты ее получишь. Включи свет, мне в темноте не найти. Ну, ладно, так и быть. Сейчас включу тебе твои пробки. Что горит, Макс? Макс, Макс, пожар, Макс! Вика! Макс, помоги! Что? Что случилось, Вика? Тут свеча упала. Закрой заслонку с твоей стороны. Я не могу, я боюсь огня. Залезай, залезай, завтра. Я сгорю здесь. Я не могу. Сделай что-нибудь. Сейчас открою дверь, подожди. Макс, картины сгорят. Че? Вика, где ключи? Вика, где ключи? Включи в сумочке в потайном кармане. Макс, тут картины и диссертация. Дымоходик. Вика, спрашивай все, закрывай заслонку с твоей стороны. Чем угодно, уходи. Что, картины? Сейчас. Сейчас. Вика, спрашивай. КОММЕНТОР Я спала? Спала. Я вызвал скорую, они сделали тебе укол. Видишь, руку перебинтовали. Я боюсь огня. А ты меня ещё запер. Вика, прости, я правда не знал, что так получится, честное слово. Ты пожар потушил? Потушил. А картины? Вон, смотри. И картины, и диссертация. Да. Вот ещё письмо. Последнее письмо из прошлого. Ты бы знал, сколько мне это стоило. Я догадываюсь. Ну ничего, диссертацию напишем новую, Кислова найдём. Боже мой, какая я невезучая. Эти переезды, эти квартиры. Столько сил! Ты так трогательно об этом рассказываешь, как будто не ты меня ограбила. Да я не тебя ограбила. Сам бы ты всё равно ничего бы не отдал. А мы, благодаря этому открытию, нормально бы стали жить с мамой, по-человечески. Викусь, мне сейчас стыдно станет. Да это мне стыдно. Мама говорила, Максим в России еле-еле сводит концы с концами. В России интеллигенция очень плохо живёт. Я приезжаю, и что я вижу? Это кто здесь плохо живёт? Этот хлыщ? А зачем приехала? Я думала, я расскажу тебе про Кислова. И мы вместе этим займёмся. А потом я посмотрела на тебя и поняла, что компаньон тебе не нужен. И решил уткнуть тебя носом. Удалось. Но знаешь, для того, чтобы проникнуть в мою, простую нашу квартиру, могла бы со мной завести роман. Дешевле было бы. Нет. Что нет? Ты же актриса. Ну, сыграла бы что-нибудь такое про любовь. Нет. Не за какие сокровища мира. Любовь – это любовь. Кстати. Ты же мне проиграла. Что? Поцелуй. Нет. Это ты мне проиграла. Здорово. Здорово. Ну что, женой помирился? Пока не очень. А чё так? Я отправляю её завтра в Милан. По магазинам походят, поминемся. А ты с ней едешь? Нет. Она едет с моими деньгами. А сам я еду в Швейцарию. На лыжах покататься. И одну девочку получить. Ты меня понимаешь, да? Не совсем. Юля. Макс, но она сказала, что ты не ревнивый. Ведь так? А, ну раз она так и сказала, конечно, так. А что это у тебя? А, это Шишкин. Шишкин? Какой? Мой. Твой? Ага. И ты его перед сном выгуливаешь, да? Ха-ха-ха. 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 Сейчас я дверь закрою. О! Макс. А я не слышал, как ты зашел. Привет. Да я заехал за Янсеном. Хочу его завтра на экспертизу отдать. А, ну ладно. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас видеть. А, я вижу, вы у нас кое-что присмотрели, да? Да. Хочу вам сказать, что предметы искусства нуждаются в постоянной и нежной заботе. Я уже предупредил. Я позабочусь. Счастливо. Пока. Эх ты. Предатель. Охраняй, охраняй. Может, это сон? Макс. Макс! Те, что сгорели, были копиями, да? Те, что сгорели подлинники, и это тоже подлинники. Но называются авторскими повторениями. Это когда художник сам себя копирует, понимаешь? И я их продал Балакиреву с условием, что он их продаст в Третьяковку, когда я диссертацию опубликую. Тогда бы в Третьяковке висели бы авторские повторения, а у меня оригиналы, понимаешь? Значит, ты купил их обратно. Да не купил. Выменил. На что? На маминого Шишкина. Что? На маминого Шишкина? Ну да. Только бы мама об этом не узнала. И ты вот так вот взял и поставил их у меня перед носом. Зачем? Чтоб ты поняла, что у нас есть шанс. У нас? У нас, у нас. Надо только новую диссертацию написать. А у меня в Лондоне есть еще два Йенсена. Викусь, ты знаешь, я в этом даже не сомневался. Это я, Максим, умери с тобой. Маргарита Михайловна! Маргарита Михайловна! Маргарита Михайловна, у тебя? Здрасте! Привет! Вы открыли дверь своим ключом. Надо же. Ну ты же сказал, что не менял замки. Вот я и решила нагрянуть без предупреждения. О, это у вас семейная. Это у вас семейная. Какой ты красавчик. Как ты вырос. Боже, повзрослел. Что это у тебя дымом пахнет? Ты что, куришь? Нет? Максим, убери собаку. Я ее боюсь. Место, Центр, место. 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 Боже. Врубель. Мой врубель. Мой врубель. Мама. Ой, Вика. Ну ты бы хоть оделась. Ну что это? Я же тебе сказал, прилетай скорее. Ну куда скорее, Петя? На ракете? Замечательная дочка. Вы знаете, я с ней потерял аппетит. Это у них семейная. Я знаю. Здравствуй, моя солнышка. Здравствуй, дорогая. Когда никого не будет, я тебя отлуплю. Спасибо. А что у тебя с рукой? А, обожглась. А пламенную страсть? А это не опасно? Не знаю. А чего ты сорвалась-то? Ты же сказала, нельзя возвращаться в прошлую жизнь. А ты знаешь, я и сама-то и не собиралась, если бы не Петя. Петя позвонил и говорит, немедленно приезжай. У них такое творится, они встретились, искры летят. Ну и что такого, что мы встретились, Петр Сергеевич, а? Я просто хотел поскорее ее увидеть. Ну и как ты долетела? Ужасно. Я никогда в жизни не встречала таких стюардесс. Даже одной хотела сказать. Стоп! Максим. Где Шишкин? Максим отдал его на реставрацию. Что? Маргарита Михайловна, ну, поскольку вы приехали, то у нас есть к вам предложение, то есть просьба. Ты продал Шишкина? Присядьте. Маргарита Михайловна, дело в том, что мы с Викой мы собрали коллекцию Йенсена. О, Боже! Я же тебе сказал, прилетай скорее. А ты чего ждал? Ну, почему ты-то не сказал? Это была твоя идея. Моя идея, Петечка? Все идеи дурацкие, твои. Я могу продолжать, нет? Продолжайте. Так вот, дело в том, что сейчас коллекции нашей сегодня сгорела, Маргарита Михайловна. Но самое страшное, что сгорела ваша диссертация, понимаешь? Ах, вот на чем ты обожглась. Это замечательно. Мне же Петечка сказал, что эта диссертация у вас в руках. Я быстро взяла такси и в аэропорт. То есть? Ну, ты можешь написать диссертацию еще раз? Никогда в жизни. Такие глупости можно делать только в молодые годы. Почему? Ну, потому что, Петь, ну скажи... Мистификацион. Да, это мистификация. Вот мы с Петечкой еще когда были студентами, как-то решили разыграть своего преподавателя. Петь, как его звали? Не помню. Не помнишь? Слушай, я тоже забыла. Мы, по-моему, морочили ему голову года полтора. Больше. Больше? Он был моим научным руководителем. Петечка подделывал документы. Я их находила в архивах и включала в свою работу. Тогда мой научный руководитель решил защититься по моей диссертации. Был страшный скандал. В общем, все это чепуха. Не может быть. Петя Сергеевич, но ведь кислов же был, да? Кислов? Какой кислов? А, да, был. Он спился и умер. Но ведь неизвестно где умер. Максим, столько мест, где можно спиться и умереть. Страна большая. А Йенсен? Йенсен? Датский крестьянин, который рисовал пейзажи с лодочками. Это два разных человека. Йенсен и кислов. Катастрофа. Катастрофа. Но ты же мне рассказывала, что был такой художник, Петр Кислов, который занял денег у друзей. Поехал на Орловщину и купил там дом, правильно? Да. Потом он дом продал. Избежал в Монте-Карло. Ведь я стал играть в казино. И чтобы заработать денег, стал писать пейзажи под именем Карла Йенсена, чтобы избежать кредиторов. Так? Это все придуманная история. Как придуманная? Да как придуманная? Есть же доказательства. Какие доказательства? Я была в Монте-Карло и искала могилу художника Петра Кислова. Ты нашла? Петра Кислов, 1856-1913. Дорогому другу и великому художнику, отскорбящей супруге, лично твоя, Карла Йенсена. А кто ж тогда рисовал? Он или его жена? Он просто подписывал с ее именем. Так сколько у нас с тобой, Йенсена? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok